Друзья, всем привет! На канале Алекс Яськовой. Сейчас хочу поговорить о том, что происходит в Украине, в Киеве. Вот у нас тут такая набережная рядом есть. Хочу не упускать вот эту золотую осень и поговорить на улице. У нас еще продается очень-очень много фруктов, овощей и арбузов. Хотя 0 градусов на улице. Холодина. Вот сейчас покажу. Доллар упал очень сильно, до 26 за последнее время. Вот как раз видно. И хотела сказать, что это не просто, это не к Новому году. Или просто упал. Это сейчас сильная-сильная эпидемия. И люди сдают на лечение, чтобы оплачивать себе лечение от короны, сдают последние накопления. Постоянно собирают деньги в фейсбуке, в соцсетях. И правительство, ну конечно же, оно поддержало своих граждан. Конечно же, поддержало украинцев. Оно обвалило доллар, чтобы люди из кубышек вытаскивали последние деньги и оплачивали то лечение, которое должны оплачивать они. Потому что правительство Украины заявило, что 48 тысяч гривен они тратят на одного пациента тяжелобольного в стационаре. И помощь Украина получила 143 миллиарда долларов. Но конечно же, мы обвалили людям доллар и подняли на все цены. Лечитесь, украинцы! А вот мы уже перешли дорогу, подходим к набережной. Я хочу показать эту красоту. Вот это то, что в Украине мега красиво. То, что пока нельзя испортить просто. Это вот такие вот деревья и вот такая осень. Это набережная. Я в этом видео немножечко покажу. Те, кто живет, у меня очень много друзей живут в Испании, где-то в Израиле, где такой осени нету. Вот им, Теня, привет всем! Посмотрите, как у нас красиво! Природа в Украине очень красивая. И вот такая набережная. И вот Днепр. Вот там виднеется гидропарк. Вон родина-мать. Сейчас приблизила. Вот видно немножко, вот где мой палец. Вот видно родина-мать у нас отсюда. Я иду вон хрущу листьями. С детства обожаю это делать. Ну посмотрите, как красиво! Мы сейчас с Антоном возьмем кофе вон в ларечке. Я дальше расскажу, какие у нас новости. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь. Расскажу новости не с экранов, а вот от уст человека, который просто здесь живет. Живет с детьми и в этом всем постоянно находится. Вон детская, кстати, площадка. Как тут красиво! Из Украины убрать бы вот этих вот хапух воров и была бы чудесная страна, красивейшая страна. Вот кофейный ларек. Антон, пошли возьмем кофе. Вот какое место мы нашли, чтобы попить кофе и продолжить писать видео. Боже, как это красиво! Вот видно гидропарк, на мост. Кто скучает по украинским пейзажам, украинской осени, покажу все это. Вот такой красивый жилой район. В общем, буду показывать пейзажи красивые и будем общаться дальше. И всегда много-много кофе. Значит, в Украине сейчас ситуация с модной болезнью действительно очень напряженная. Очень много человек заболевает в день. Официально около 23 тысяч. И что для меня самое непонятное. Первое. Почему не подготовлены госпитали? Почему вообще нет мест, люди не могут вызвать никакую скорую, никак госпитализироваться и практически никак получить кислород? То есть этот момент мне непонятен. Почему Украина, правительство не подготовилось? То есть это как, намеренные такие действия или это просто уже украли все, что могли и забили на все, что могли? То есть это вот такой первый вопрос. Второй момент. Выделено Украине около 143 миллиарда долларов на лечение модной болезни. То есть непонятно, где эти деньги. То есть люди лечатся за свой счет. Вот, хотя правительство утверждает, что на одного больного в стационаре тратится около 48 тысяч гривен. Это около 2000 долларов. И вот мне интересно, каким это образом, если все люди собирают друг другу деньги, кто не может собрать деньги, просто погибают. То есть у нас сейчас ситуация на выживание. Есть деньги, есть шанс хотя бы попасть куда-то, и чтобы тебя как-то лечили. Нет денег, люди молча дома погибают. Но тем не менее обвиняют всех, кто против процедур, что виноваты они. И вот мне интересно, каким образом виноваты те, кто против процедур, в том, что нет подготовленных госпиталей. У людей просто элементарно нет денег купить лекарственные препараты. Нет скорых. Нет практически врачей, которые из-за мизерных зарплат разъезжаются ежедневно за границу в Европу. Остальные увольняются. И опять зарплата в среднем врача около 200 долларов в Украине. Вот каким образом врач за 200 долларов может вот так вот адски работать и хотеть оставаться в этой стране. Но виноваты те, кто против принудительной процедуры. То есть вот этот момент я не понимаю. Можно самообманываться дальше и кричать, что виноваты, виноваты украинцы, которые не хотят делать принудительную процедуру. То есть можно продолжать так кричать. Но первый, сразу, первый момент. Где 143 миллиарда? Где 48 тысяч гривен на каждого человека? Где подготовлены заранее? Извините, этой модной болезни уже почти два года. Где подготовлены заранее госпитали? Где достойная оплата врачей? У меня часть родственников врачи. И вот, кстати, мою родственницу недавно уволили. Уволили из... Она терапевт с огромным стажем. Человеку почти, по-моему, 65 лет. И её уволили из её больницы по той причине, что нет финансирования на это отделение. Физиотерапии и помощи реабилитации. То есть она занималась реабилитацией. И вот это отделение закрыли. Вот о чём можно говорить дальше? То есть это та реальность, которую не говорят у нас по телевизору. У нас говорят, кто виноват. Антипроцедурщики виноваты. И ещё кто-то виноват. То есть куча-куча всех виноватых. Но при этом врачам мы не оплачиваем их труд. Врачей мы увольняем и создаём те условия, что они убегают просто из этой страны. Старые больницы мы не ремонтируем. Новые мы не открываем. А деньги, которые выделяют международные организации, другие страны на лечение мы воруем. Но виноваты, конечно же, антипроцедурщики. То есть вот эта ситуация для меня просто... Ну, я не понимаю, для чего это делается. Просто чтобы тупо... Ну, пиздить. Извините за моё слово. Просто пиздить уже всё, что можно. Посмотрите, какой пейзаж. Прервусь. Посмотрите, какой красивый украинский пейзаж. Боже. Вот пиздажи у нас мега красивые. Так вот, я хотела продолжить. Либо это какая-то такая программа непонятная, нечеловеческая, чтобы людей просто уничтожать. Вот я это не могу понять. И я считаю, что да, нужно что-то с этим делать. Вот я покажу, покажу эту красоту. Я хотела видео записать именно в такой красивый день. Посмотрите, как тут красиво. Кстати, вертолёт, это наши власти мучьи, передвигаются на вертолётах. Потому что в городе пробки они передвигаются только на вертолётах. Ещё хотела рассказать о таком моменте. На всё, плюс к этому подняли сильно стоимость. На питание. То есть любые продукты стоят в соотношении с зарплатой врача или пенсионера страшные деньги. Вот действительно страшные. Я не преувеличу. Об этом не модно говорить. Многие блогеры об этом просто молчат, потому что, ну как, модно снимать какие-нибудь там шопинги, какие-нибудь там силиконовые сиськи, как делаются, что-то подобное. Но сказать о том, что в Украине пенсия у пенсионера 50-60 долларов, и вот у моего родственника пенсия 1700 гривен. Это 60 долларов. За эти деньги даже нельзя раз пойти в магазин и ничего купить из продуктов. Ну то есть вот 60 долларов. Вот просто представьте, цены в Киеве, допустим, в Киеве выше намного, чем в той же Варшаве, которая пососедствует с другим уровнем жизни. Так вот, если мы берем эти 1700 гривен, я об этом сделаю в видео, идем с ними в магазин продуктов, самый дешевый, здесь это АТБ, то мы покупаем продуктов максимум на 2-3 дня. Я все это запишу. Я возьму пенсию, которая у моего родственника, и сделаю видео, что можно купить на эту пенсию из продуктов. И будет все понятно. То есть все будет просто понятно. Вот красивый залив. Вот такие у нас возле дома красивейшие места. Мне просто красивенные. Камыши. Я перешла на широкий угол. Хочу это все-все показать. Под ногами вот такая. Ай, тут правда грязь. Немножко болота уже. Но вот так красиво. Разливы Днепра. Чуть не подскользнулась. Так вот, я когда думала, вообще, какие мне видео писать, делать. Вот я понимаю, что модно делать там видео о, я же говорю, о походах по магазинам, о какой-то готовке, как котлеты вкусные делать, или какие-нибудь там пироги печь. Но когда ты вот это все наблюдаешь, ты живешь красивее, ну и вот такое я хочу. Почему это видео снять? У нас красивая природа. У нас прекрасная земля. У нас все могло бы быть, если бы как-то уничтожить этих конченых, блин, воров. Вот. Не знаю, возможно это или нет. Я хотела вот на такой природе снять это видео, чтобы показать, вот это красивенная Украина. И вот, блин, кто вообще, кто за этим стоит, что вот такое происходит, что сейчас просто погибают массово здесь люди не от модной болезни, а от того, что их не лечат, к ним не приезжают скорые, и от того, что они голодные и не могут купить себе лечение и продукты. Вот в реальности такая ситуация. Я не говорю про один процент каких-нибудь там тех, кто находит, как эти деньги спиздить, извините. Потому что здесь по-другому никак. Или как-то люди выживают на какой-то там непонятный, ну, можно, понятно, выжить. Мы же как-то живем. Но тут вопрос в другом. Что социальные работники здесь в дикой-дикой нищете. Дети-пенсионеры, дети-инвалиды просто в дикой-дикой нищете. Поэтому, когда я выбирала тему своего канала, я поняла, что я буду просто рассказывать о том, вообще в своей жизни о том, что я вижу, что я чувствую, свои размышления. То есть я не буду гнаться за какими-то модными трендами и пытаться быть такой вот успешной, хорошей, красивой, модной. И рассказывать там о каких-то, блин, тряпках, о каком-то шопинге. Это, конечно, все хорошо, но когда здесь погибают дети, потому что их не лечат, потому что у нас не выделяется финансирование на детей с онкологией, на взрослых с онкологией. Не выделяют финансирование вообще. Нет медстраховок. Люди себе не могут оплатить лечение. И постоянно вот Facebook превратился в площадку сбора денег. Если, не дай бог, украинец, обычный украинец, сталкивается с какой-то сложной ситуацией в жизни, у него два варианта — умереть или стать попрошайкой. То есть всего два варианта, третьего нет. То есть в Украине, вот, допустим, врач, который проработал всю жизнь, или пенсионер, если он заболевает, он либо тихо умирает, либо просит. Просто просит с вытянутой рукой в соцсетях ещё где-то. Поэтому я не могу открыть канал по бьюти, по шоппингу. Я буду говорить о том, что я вижу, чувствую, и у меня, да, у меня болит из-за этого. Вот многие говорят, это негатив, надо его не видеть, надо видеть только хорошее. Я вижу хорошее. Вот я вижу этот прекрасный день. Я им любуюсь. Я кайфую сейчас. Вот, посмотрите. Мужчина играет с собакой. Классно. Я вижу этот кайфовый день. Я получаю огромное сейчас удовольствие. Но я постоянно вижу всё равно, что происходит. Я это чувствую, я не хочу об этом молчать. Надеюсь, это видео оставят на моём канале. Друзья, извините за такое длинное видео, но хотела немножко порассуждать, показать вам эту красоту, оставить это у себя на канале в память. И пишите тоже свои комментарии, пишите своё мнение, что вы думаете об этом всём. Делитесь моими видео в поддержку канала. Я буду рассказывать вот именно то, что я чувствую. Как будет, так будет. Я не буду рассказывать то, что модно, и быть на позитиве, как принято в Украине, прятаться от этих всех вопросов. Я буду рассказывать, как это есть, как это вижу я. Важно видеть не однобоко всё, а видеть и красоту, и реальность. Ещё покажу место. Вот у нас тоже недалеко от дома, как кусок косы нетронутой на Днепре. Вот такой сквер, вот там уже река и пляжи. А здесь вот такая вот красота, детские площадки, кафе. Ну что, всем пока. Подписывайтесь на мой канал и берегите себя. До новых встреч в эфире. А вот у нас ещё очень красивое место на берегу Днепра. Дальше пошла линия таких полудиких пляжей. Тоже набережная, идущая к нашему дому. А вот метро, кстати, покажу. Метро. Мне очень нравится это место.